Я думаю, на этом занятии, на этом уроке, вы немножко отдохнете. Вообще, со структуры админственного исследования, как правило, идет поначалу очень тяжело. Все новые занятия, абсолютно новые представления о взаимодействии, сразу запихать в себе голову очень трудно, как надо привыкнуть. А вот то, чем мы будем сегодня заниматься, для понимания жизни исключительно важно, а вот восприниматься будет полегче. Тем более, что те, кто уже закончил седьмой класс, некоторые вещи, связанные с нашей сегодняшней темой, в школе по физике уже проходили. Правда, продолжение истории из диффузии, думаю, окажется для вас несколько неожиданным. Всего-то сейчас мы будем заниматься не эхимическими вопросами, а физическими. Модельки наши будут физические. И сначала они будут очень красивые, но если где-то в серединке объяснений материала отключусь, то к концу урока перестаньте понимать все. Так что вот давайте не отвлекаясь работой. Берем такой случай. Сначала все просто. Стакан наполненный теплой водой. Если вода теплая, то энергия молекул достаточно высока. Высока. Да. А какой движения температуры воды? Ну, она не сверхгорячая. Ну, теплая вода. Да? Ну, с 20 минут. Давайте вспомним. Температурное движение молекул. Но если направленный или случайный характер. Случайный. Кто это не понимает, обязательно запишите. Не знает или не понимает, обязательно запишите. Температурное движение молекул иметь хаотичный характер. Чем он определяется? С столкновениями. Ну, молекулы сталкиваются друг с другом, отскалькивают. И так далее. Рассчитать заранее, куда попадет конкретная молекулы вальше, ну, совершенно никак не важно. Это зависит от слишком большого количества сахара. В этот стакан, куда он заполнен водой, в другой водой, мы бросаем кусочек сахара. Вокум кусок сахара. Что начинается? Растворение. Растворение. Вода начинает разбирать сахар на отдельные молекулы. Внимание! Посчитаем, что это сахар, глюкоза. Формула глюкозы мы с вами записывали. С6, А12, О6. А вот формула воды. Аж в голову. Скажите, пожалуйста, какая молекула тяжелее? Я вопрос. Мы положим глюкозу. Глюкоза. Давайте примерно прикинем, во сколько раз. Во-первых, молекулярная масса воды какая? Молекулярная масса водорода какая? Один. Один. Ну и сколько? Два. Две штуки. На водород приходится две единицы. А атомная масса водорода? 16. 16. В результате молекулярная масса водорода 18 единиц. Согласен. А теперь, а здесь, атомная масса углерода 12. 12. 12 на 6, 72. Атомная масса водорода единиц. 12. Плюс 12. 16 на 6. Атомная масса кислорода 16 на 6. 96. Сумма 180 единиц. День в разу тяжелее. Но на этом дело не кончится. Глюкоза притянет к себе в углу? Да. Да. Помните, мы говорили, у нее есть заряженные группировки. В результате вода притянется. В результате рядом с этой молекулой держится еще с десяток, а то есть полтора десятка вот таких. Понятно, что суммарная масса приближается к 400 единиц. Да? То есть глюкоза раз 20 тяжелее воды. В том случае, если она теперь присоединена в другую воду. Вот это понятно? Да. Это расчет. Вроде пока все понятно. Отлично. А теперь простой бы такой случай. Может, такой экспериментом провести. Бросили кусочек сахара в стакан с водой и оставили на ночь где-нибудь стоять. С утра посмотрели, сахар не видно растворился. Да. Берите трубочку для сока и аккуратненько пробуйте вот отсюда и вот отсюда. Как по вашему вкус будет винагровый? Нет. А где? Нет. Ага. Ага. Где только? Внизу, конечно. Внизу, конечно. Внизу, конечно. Внизу, конечно. Ну а там, где был кусок, хорошо. А если бы я взял и прицепил кусок, он сюда. Потом он был сладкий. Да, сладкая зонка уже есть, ладно. Это понятно? Мои полосы не успели уехать, не успели убежать из той зоны, где они когда-то были. А почему он не стоял в своем городе, я думал, что просто на дне осталось. Осталось над ним, сейчас посмотрим. Возьмем и увеличим вот этот кусочек, он для нас интересен. Возьмем. Возьмем Но у меня линия стоит слишком много точек, понятно, что молекулы воды до самого ветра. Это? Отлично. А теперь разбираемся с судьбой вот этой молекулы сахара. Вытелчники. Помните, что температурное движение имеет хаотичный характер. То есть мы не знаем, куда в данный момент молекулу бросить. Допускаем, что молекулу эту бросила вниз. Вот сюда. На другую молекулу сахара. Какая масса у другой молекулы сахара? Такая же. Такая же. Столкнулись два одинаково массивных тела. Вы бильярдок на антиграли? Да. Вы взяли два бильярдных шара и с одинаковой скоростью их направили друг к другу. После того, как они столкнулись, что происходит? А скотч. Причем с разной силой, с одинаковой. С одинаковой. Массоник одинаковый, скорость не была одинаковая. И они отстучили. В результате эта молекула ударилась и такую же, и отскочила, вернулась обратно. Допустим, ее бросила вправо. Другую молекулу. Какую другую? Прикоса. Такую же, как она. К чему это приведет? К столкну. К тому же самому. К тому же самому. Она вернулась обратно. Допустим, она проскочила в эту точку и удалилась обратно. Кто сам уже заделся? Ну, то есть, на самом деле, вот здесь, в середине скопления, молекулы там бьются друг от друга, возвращаются примерно в то же место, где они были. А теперь совершенно другая история вот здесь. Берем на краешки скопления молекулы. Если ее бросила вправо, она ударилась такой же, как она сама. И куда вернемся? А она вернемся негде назад, еще дальше. Она немного дальше. Да нет, ну, допустим, просто назад вернулась. Так? Если она ударится вот эту, опять назад вернулась. Так? Но обратите внимание, возник небольшой угол. А если она вылетит вот в этом направлении? Я не в окраине. Только молекулы воды. Молекула воды. А у воды у сахара одинаковая масса? Нет. Это уже не два бильярдных шара. Здесь модель другая. Маленькое пушечное ядро и бильярдный шар. Вы берете пушечное ядро и сталкиваетесь с бильярдным шаром. Бильярдный шар отлетает и пушечное... А пушечное ядро почти не меняет траекторию. Это понятно? В результате вернет, ввернет вот эту молекулу на втором месте. Нет, она чуть-чуть только не отлетает. Она просто растолкнет везде молекулы. Да. Ну и пошла дальше вот так, как-нибудь вот так. Допустим, напитаясь на молекулу воды, она вернулась к материнскому скоплению. Вот так. Но как только она встретила эту другую молекулу глюкозу, что произойдет? Обратно переналение. А ее обратно откроется. Молекулу глюкозу такая же насильная. Это ясно? Все, выбросила ее обратно. И она пошла туда. По случайному пути пошла. Как только эта молекул ушла, так? Соседняя молекул может повторить ее историю? Да, вообще можно. Конечно. Через несколько раз время. Что произойдет со всеми молекулами внешнего слоя? Они сейчас разойдутся. Они разойдутся. Как только ушли, молекулы внешнего слоя. Вот они все ушли. Все молекулы, что внутри у них появились функции? Ага. Абсолютно та же самая история будет с молекулами второго слоя. Над ними уже вода. А значит, куда они будут двинуться? Туда, где нет сока. Потому что, если вокруг такие же, как я, я надыгаюсь и возвращаюсь в исходную точку. А если вокруг нет таких же, как я, я расталкиваю более соседей и поплю. Вопрос, чем крутится история? Смотрите. Отсюда, из первичной зоны, сахар у нас поехал вот так. Он просто оболзил в стаканах. Ну, может быть, в конечном итоге... Он просто оболзил в стаканах. Хорошо. А давайте подумаем вот в таком сценарии. Смотрите, стрелки все направлены более-менее вверх. Согласны? Ага. Ну, может быть, в конечном итоге весь сахар вот здесь уберется? Нет. А почему? Нет. А у тебя же речь, ну, моя консульция. Группости. Ребята, когда вы работаете с молекулами и атомами, надо навсегда забыть ваше представление о большом мире. То есть, про гравитацию для них можно... Нет. Гравитация сбрасывается. И что? Она просто не считается. Иван, есть? Ну, в первую группу, я сделаю молекулу сахара на броню, как сейчас надо... Абсолютно верно. Как только мы собрали, неважно в каком месте, плотно компанию молекул сахара, что они начинают делать? Оттолкиваться друг от друга. Они не смогут собраться здесь не потому, что они тяжелые. Это абсолютно ничего не меняет. А просто потому, что если их много собралось в одном месте, они тут же столкнутся друг от друга. И как распределять? Равномерно. А дальше друг от друга. А вот теперь достаточно хитрый вопрос. Движение каждой молекулы носит направленный или случайный характер? Случайный. Случайный. А вот перемещение всей порции вещества носит направленный или случайный характер в данном случае? Всей порции. Всей порции сахара. Термин «концентрация» для тех, кто не знает, запишите. Концентрация. Это количество вещества в данном объеме. Количество вещества в данном объеме. Чаще всего концентрация меряна как отношение массы или веса к объему. Ну, допустим, там, 2 грамма на миллилитра. Полкилона и все. Угу. Хорошо. Процесс, который происходит за счет температурного движения, называется в физике каким термином? Диффузия. Диффузия. Диффузия – это перемещение молекулы вещества из области высокого, его концентрация в области низкой? Ага. А как они перемещаются? В каком месте? То есть одна молекула залезла в другую, потом перепрыгнула в третью, потом в четвертую. Нет, это в другую. Ага, ага. То есть внутри молекулы другого вещества или между молекулами другого вещества? Диффузия. Диффузия – это процесс проникновения молекул процесс проникновения молекул одного вещества между молекулами другого вещества. По какой причине идет диффузия? Почему ее нельзя остановить? Трансмолекулы. Температурное движение молекулы. Причина диффузии – это температурное движение молекулы, которое неостановимо. Абсолютно 0 расчетная причина диффузии – это температурное движение молекулы. Но на нашей планете, в естественных условиях, даже рядом с абсолютным нулем температур не бывает. Здесь надо искусственно создавать такие температуры. Поэтому для жизненных процессов вот эти супер низкие температуры реального значения не имеют. Жизнь не учитывает их возможности. Есть ли какое-либо направление диффузии – перемещение массы вещества за счет проникновения между промежутками других веществ? Диффузия всегда идет из области большей концентрации данного вещества, а область меньшей концентрации. Диффузия всегда идет из области большей концентрации данного вещества в области То есть из того места, где молекулы собрались в плотной компании, в те места, где таких молекул поменьше. Подачи друг от друга. Вот на примере модели стакана, я думаю, более-менее понятно. А вот сейчас, ребята, совершенно такая фантастическая штука, уже касающаяся клеток. Объясняющая. Помните, я спрашивал, как передача веществ в клетки происходит случайным образом? Или в клетке сидит маленький гаишник, который направляет эту молекулу туда, эту молекулу сюда, а вот эту молекулу вообще там в запасах. Вот, давайте смотреть. Клетка решила расти в эту сторону, а значит, с этой стороны надо строить новую порцию мембраны клеточной. Ну, и что основной строительный материал, в котором мембрана построена, называется фосфолипида, потом у нас будет разговор. Но хокс в том, что фосфолипиды производятся вот здесь. Вот здесь работает фабрика, которая производит молекулу фосфолипидов. А использовать их где надо? Да. А использовать их надо вот здесь. Хорошо бы наладить переброску стройматериала отсюда сюда. Согласны? Да. Ага, ничего наложить не надо. Давайте смотрим. Если в этой зоне производится всё новое и новое молекула фосфолипида, что с концентрацией этого вещества в этой зоне? Со временем она будет оставаться постоянно увеличиваться или уменьшаться. Увеличиваться. Здесь производство. Отлично. Здесь концентрация будет возрастает. А вот в этом месте мы оплавливаем молекулу фосфолипида и лепим из них стенку. Используем их. В зоне использования что с концентрацией свободных молекул фосфолипидов? Меньше. Меньше. Мы их используем для построения конструкции. Значит, свободных остается столько же, меньше или становится больше? Меньше. Меньше. Смотрите, что мы получили. В зоне потребления концентрация данного вещества цвета меняться будет в какую сторону? Меньше. В сторону уменьшения. А в зоне производства? Пыли. В сторону повышения концентрации. Что немедленно начнётся? Диффузия. Диффузия куда? Случайно точку клеток? Нет. Именно туда, где эти вещества используются. Видите, как всё просто. Не нужен никакой Бог Святой, не нужен никакой Гаишни. Простая физика приведёт к переброске веществ из зоны производства в зону потребления. И никакой ошибки в адресе произойти не может. Такая ошибка. Продолжение следует...